Краснощоковский район один из предгорных в крае. В период весеннего половодия стоки сослонов быстро наполняют реки. И при обильном снеготайне половодие может перерасти в масштабный потоп. Так, в 2014 году из-за подъема уровня воды в реках Чарыш и Землянка в районе 314 домов были подтоплены, размыто больше километра дорог. Новую дамбу в районе ждут давно. Строительство в райцентре начали год назад. Всего в Краснощоковском предусмотрено строительство четырех дамб на реках Чарыш и Землянка. Общая их протяженность более 6 километров. Стоимость проекта превышает полмиллиона рублей. Вести в строй все дамбы планируют в 2024 году. Также Виктор Томенко побывал на месте недавнего крупного пожара. На прошлой неделе в Краснощоково загорелась свалка и огонь мог перекинуться на жилые дома. Губернатор дал поручение Министерству строительства края и МЧС проработать меры, чтобы исключить подобные ЧП. «Сама прошла, сама прошла, всех детей провела, сама малого детеныша оставила». Еще одна точка рабочего визита главы региона – торжественное открытие обновленного многофункционального культурного центра. На его ремонт из краевого бюджета направили почти 78 миллионов рублей. За пять лет в Алтайском крае, подчеркнул Виктор Томенко, обновили почти сотню культурных учреждений. «Сегодня, вот сегодня идут работы в Крутихе, в Усть-Калманке. Поэтому будем продолжать заниматься и тем, чтобы было где организовать все события культурные, где разместить школы искусств и разные направления нашего творчества народного, детского. Будем это делать, но будем, конечно, внимание и уделять через муниципальную сеть. Будем уделять внимание тому, чтобы были и педагоги». Глава региона оценил проведенный ремонт и в Краснощоковской центральной больнице. За последние годы здесь капитально обновили отделение хирургии и терапии, а еще и детскую поликлинику. С главным врачом губернатор обсудил и проблему нехватки кадров. Благодаря краевым программам за последние пять лет было привлечено 20 специалистов. Среди них и молодые врачи, которые сегодня получают поддержку по программе «Земский доктор». Дмитрий Дроздов, День с толком.